А прямо сейчас к новостям Владимирской газеты сегодня с обзором журналиста Оксана Прокошева. Оксана, здравствуйте. Здравствуйте, Анна. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Ну, я думаю, что первая новость, о которой вы точно сегодня скажете, да, я угадала? Да, да, да. Она будет у нас одной из первых на первой полосе. Но сначала я хочу сделать небольшой от кончик и поздравить первый городской телеканал «Вариант» с их 15-летним юбилеем. Поздравляем вас в том числе. Желаем вам больших креативных идей, материалов, разговорчивых спикеров. Это очень важно, я думаю, для журналистов. И развития. Пожелать не столько же, сколько вы уже существуете, а дальше, больше, в три раза и интереснее. Ну, равняться на старшего брата Владимирскую газету, да? Да, да. Которому уже 30. Ой, ну, возраст наш напомнили. Ну, тогда возвращаемся к анонсу. Действительно, первая полоса Владимирской газеты, которая уже завтра будет доступна во всех киосках Роспечати, а также у наших распространителей, у нас губернатор, уже бывший губернатор, Владимир Владимирович Сипягин. Он оставил свой пост и, так сказать, променял губернаторское кресло на Госдумовский мандат. Эта тема, наверное, не только эти последние недели, и еще будут долгая неделя об этом говорить и в СМИ, и, в принципе, я думаю, Владимирцы обсуждаться будет. Она уже была на устах, наверное, как только его избрали, уже ему пророчили отставку, там, буквально каждый год, каждый месяц. И это, наконец, или для кого-то, увы, свершилось. Он был по партийным спискам ЛДПР, шел в Государственную Думу, отрицал, отрицал, что он не уйдет, и в итоге ушел. Вот у нас в Владимирской газете есть большой материал, как на эту тему рассуждают владимирские политики, но мне бы тоже хотелось ставить свою лепту и сказать все-таки, ну, вот, мое мнение, вот, что вообще Владимир Сипягин писает, и был ли у него другой выбор. Я думаю, что, ну, выбор, конечно, был, но это был единственный правильный выбор, потому что здесь на него очень сильно давили так называемые депутаты от партии «Единая Россия», потому что у нас губернатор же был от ЛДПР, все-таки это не «Един РОС». И на него очень сильно давили депутаты из законодательного собрания Владимирской области, как-то не давали ему давать свои инициативы, как-то пытались вставить палки в колеса на законодательном уровне. То есть вот это вот все делалось, и конфликты не раз между ними случались очень серьезные. Но также были какие-то позитивные моменты в правлении Владимира Владимировича Путина, прошу прощения, Сипягина. То есть он сделал, как это говорил и Сергей Валентинович Казаков, очень много построил важных социальных объектов Владимирской области. И, в принципе, я думаю, что это же народный губернатор, поэтому люди сделали свой выбор, и они должны оценивать его работу, а не политики или еще там политологи, главы администрации. То есть именно люди должны понять, какое было правление Владимира Владимировича Сипягина. Ну, я думаю, что оно было и нехорошим, и неплохим. То есть оно было таким, каким были рассчитаны его силы. Он делал все, что он мог. Как говорил тоже недавно один политолог, который очень давно у нас уже анализирует политику Владимирской области, он был заложником ситуации. Ну, это не знаю, насколько, в принципе, можно сказать, мы все заложники ситуации, но вот в плане управления регионом у него не было каких-то особенных рычагов, поэтому он делал вот то, что делал. Но теперь главная тема еще остается не только уход. Вот он ушел, он попрощался со всеми владимирцами, он пожелал им однопутственные слова, сказал так, что останется душой и сердцем Владимирской области и будет там с федеральной трибуны помогать. Но остается главный вопрос, на кого же тогда остались мы? Мы-то здесь, мы же никуда не ушли. И кто же у нас теперь будет губернатором? Очень долго и еще до ухода Владимира Владимировича говорили, что губернатором станет мэр округа Мурома Евгений Рычков. Почему такое мнение сложилось, неизвестно. Может быть, он просто хороший лидер. Но это тоже, наверное, нужно спросить больше наших политологов. Однако еще существует мнение, что буквально губернатор сказал, что все, пристрелились, разослали, что он уходит. И тут же появилась новость, что его место станет в Рио губернатора Ольга Баталина. Сейчас она работает заместителем министра труда. То есть это как бы непонятно немножко, а как связаны мы и Владимирской области она. Мы позвонили, Томикс позвонил, ее помощница спросила об этом. Она довольно скептически отнеслась к этой новости. То есть вроде да, а вроде нет. Она не опровергла. Но она так, нет, мы типа не знаем, наверное, может быть да, может быть нет. Как-то загадочно все, потому что когда Владимир Владимирович Сипягин уходил, он тоже такой вроде да, а вроде нет. Пока все остается так же. Интрига сохраняется. Вообще до самого последнего, даже после своего ухода Владимир Владимирович Сипягин сохранил интригу. На следующей неделе в Телефоруме мы непременно обсудим это в большом эфире. Нам интересно ваше мнение, уважаемые телезрители, а может быть к тому времени уже что-то прояснится. Да, я думаю, что да, потому что все-таки район, регион остался без главы. И как же так, кто-то же должен нами управлять. Но кто-то должен контролировать процессы. Поэтому, ну вообще лидер неплохой. И из заместителей губернатора это Вячеслав Кузин, он уже много лет работает в политике. И также вот молодой перспективный Александр Рыбинька, тоже вице-губернатор. Ну, будем смотреть и дальше развивать эти мысли. А также у нас есть, отходя вот уже от этого, я думаю, еще много об этом будем говорить. Вернемся к другой, перейдем к другой теме. У нас на этой неделе также было заседание законодательного собрания. Оно уже не проходило, наверное, два месяца. Депутаты, видимо, очень сильно соскучились друг по другу. И решили в повестку включить аж 40 вопросов, которые рассматривали. Но на самом деле большую часть они принимали, грубо говоря, пачками. И это потому что были больше технические вопросы. А основные мы, опять же, отразили вот в нашем материале Владимирской газеты. Ну, из наиболее интересных, которые, наверное, больше жителям Владимира будут близки, это проблемы общественного транспорта, которые депутат Сергей Валентинович Косаков внес в разделе «Разное». Там он предложил, ну, точнее, у них образовался такой разговор с как раз-таки вице-губернатором по финансам Вячеславом Кузиным, можно ли использовать для обновления автопарка инфраструктурные кредиты. Их дают тем регионам, которые, в частности, имеют низкие долги. Но, опять же, здесь стоит вопрос, готовы ли на это пойти перевозчики. Получается, нам, наверное, точно не избежать повышения цены. Потому что, если перевозчики будут закупать снова автомобили, новые какие-то составы, то тогда точно придется где-то брать деньги. Либо, может быть, какие-то субсидии от администрации области, либо они сами своими силами, а для этого нужно будет, конечно, поднимать оплату за проезд. Также у нас много интересных вопросов было на ЗС. Что касается ответов на запросы депутатов, в частности, неудовлетворительным ответ на депутатские запросы оказался по Кодесскому корпусу в Радужном. Но теперь уже некому говорить, что ответ этот неудовлетворительный, потому что Сипягину уже все равно. Также, отходя от темы законодательной, у нас очень резонансное событие произошло в Вадимире в сфере спорта. Вы, наверное, тоже освещали этот, не знаю даже, как назвать, скандал, который перешел даже на федеральный уровень, когда 26 сентября в субботу к нам приехали болельщики Ярославского клуба «Шинник», чтобы посмотреть, как играют наши торпеды с Ярославским «Шинником». Однако закончил все это просто упаковками полицейскими в автозак болельщиков. Дело в том, что просто болельщики шли одной колонной, и, вероятно, они иногда выходили на проезжую часть в центре, в частности, Золотых ворот. Но это не понравилось правоохранителям, и они очень грубо применили вот это свои полномочия в силы, и они начали просто задерживать фанатов, что стало очень таким событием резонансным. И в том числе говорили, что не жалели, так сказать, ни женщин, ни детей, всех в автозаке. Надеемся, что правосудие восторжествуют и накажут тех, кто виновен в данном случае. Кстати, болельщики Владимирского торпеда, они потребовали уволить директора клуба торпеда Александра Акимова и человека, отвечающего в нем за безопасность, Дмитрия Сапожникова. Также будем следить на нашем сайте, томикс33.ру. А у нас еще в газете, так, завершая культуркой, расскажу, что у нас прошел второй урбанистический фестиваль, на котором было очень много разных площадок. На них обсуждали актуальные проблемы и Владимирской области, и других регионов, потому что проблемы плюс-минус похожи. Это общественный транспорт, это культура, это городская среда. Ну, более подробно, опять же, в завтрашнем номере Владимирской газеты. Также в ежедневном практически формате у нас выходят новости на сайте томикс33.ру и можете отслеживать и интересоваться. Также здесь, каждый четверг, в эфире телеканал «Вариант». Это была журналист Оксана Прохошева. До новых встреч в эфире.